ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ ПОДПИШИСЬ НА КАНАЛ Да не увеличивайте так, как было раньше Это таблица теплокроводности там можно посмотреть сравнение пенопласт сравнивается с минеральной ватой деревом пенобетон кирпич можно сказать, что пенопласт если сравнивать, причем больше, чем в 10 раз, не меньше, чем в 10 раз. Дальше. Это строительный был. Строительный. Здесь плотность около 100. Конструкция это при заселении, перегородка, сетка внизу, сверху плетка, но здесь не видно, и литки в разные стороны. Дальше. Я просто на этом хочу остановиться. Моя задача была, и сейчас стоит, это массовое расширение пасеки. И я начал думать, как быстрее расширить пасеку, какими способами. Начал интересоваться, как это делается за границей, в разных странах. И оказалось, один из лучших материалов это идет пенополистирол. На три, четыре, есть пять, шесть рамок. Но весь смысл в том, что в пенополистироле меньшая семья и более комфортно в таком уле. То есть создать микроклимат жилища своего. И хотел купить бибокс. Оказалось, что в Украине эта цена космическая где-то сорок пять долларов один. И пришел к выводу, что нужно что-то думать, может, в Украине заказать. Начал смотреть аналоги там пенополиуретан, пенополистирол в местной варке. И все оказалось настолько гаражного производства и не массовое производство. Мне нужно реально было большое количество. Мне подсказали, что можно использовать формовочный пенопласт. То есть используются серьезные пресс-формы, где все делается автоматика. И размеры подгоняются автоматикой. И скорость реального изготовления нуклеуса как минимум в пять раз быстрее скорости у спенополиуретана. Это минимум. И начал уже использовать для себя напастники. То есть на примере одной семьи, не знаю, кто скажет, правильно сделал я, неправильно. У меня была семья, это май, три корпуса пчевые плотно. Было пчелой забито. Я сделал отводок, это ближе к поддону, на старую матку прошлогоднюю. Сделал два отводка. Два отводка сделал на маточнике на выходник. И с этой семьи всю пчелу скрусил, сделал воспиталку. Насколько я помню, там получилось 15 маточников. Уже на выходе. И я то, что была воспиталка, разделил еще на пять таких отводков. На пять отводках еще у меня осталось 10 маточников, раздал пануклеуса. Отводки это имеются ввиду и рамки? Ули или местные? Ну, в эти, в эти. Но я использовал одноместные. То есть я использовал не пиццу, а одноместные. Я хотел проверить реально время, то есть насколько, вот когда нужно правильно делать массовые отводки, какой силы и как они в зиму пойдут. То есть какой силы. Опыт, если той матке, который я сделал зимовалой, ее пришлось через месяц уже оттуда высаживать. То есть места мало. Я ее высадил на, ну, в деревянной улице, 10-рамочной. Вот эти, которые я сделал, они пошли сейчас в зиму на двух корпусах, по 6 рамок. Но при этом я с ними вообще не проводил никакую работу. То есть, ну, я ничего с ними не делал. То есть только подставил рамки сверху, они использовали подсуму взяток, был короткий. Они себе сделали запас на зиму, я их не подкармливал, ничего. То есть они пошли вот на 12-ти рамках, но это не полные пчелы. А те, которые я сделал, 5 штук, они пошли плотненько на 6 рамок. Для меня вот как раз вот этот вариант, плотненько на 6 рамок, мне больше подходит. Цель моя это массовое расширение пасеки и в дальнейшем продажа пакетов каждый год. Протестировать эту систему в этом году у себя на пасеки, на пасеках моих друзей, Ваня, Миша с Белоруссии. И понял, что это реально эффективно и нужно ее использовать и перенимать. То есть я это все делаю не так, чтобы заработать на производстве или на продаже. Производством я, грубо говоря, вынужден был заняться, потому что они мне нужны были. Но я понимаю, и у меня планы на следующий год запустить таких 500 еще штук у себя на пасеки. Трудозатраты. Работать с маленькими семьями намного удобнее и быстрее, чем с большими семьями намек. Ну лично для меня. Это физическая нагрузка намного меньше и выклад в денежном эквиваленте достаточно серьезный. Может у вас какой-то будет вопрос, потому что я хотел бы дальше продолжить. Но здесь, может быть, какие-то вопросы будут. Будет ли меняться дальше технология на увеличение числа отводков за счет снижения силы вот этих первых, которые в бакорпусах? Я параллельно сейчас тестирую трех рамок, ну использование через перегородку. Не только у меня. Вот мы были недавно и у Вани на пасеке. Мы сравнивали дерево и пенополистирол. И Ваня не даст соврать, в дереве намного, пчелы намного были раздраженные и им было некомфортно, чем использование пенополистирола по три рамки. То есть они с парка. Они заходят в общий клуб, там дальше будет фото. То есть я это тестирую, но тут пришел к выводу я к такому. Я только отказался от карники в этом году. Да? А? Только отказался от карники в этом году и понял, что три рамки в зиму для карники, для баквоста и для итальянки это разный процент семьи, которые я пускаю в зиму. И реально три рамки для карники это такой хорошенький отводочек в зиму, для баквоста это рискованный отводок, для итальянки это до свидания. Хотя итальянок я тоже пустил в зиму по три рамки, думаю проверим. Еще вопросы можете? То есть вы вашу карника лучше для этих? Экономически выгоднее использовать карнику, используя два места по три рамки. Но это мое мнение и оно еще не подтверждено многолетним опытом, как есть у вас Иван Фаброш. Дальше. Дальше, дальше. Вот, это вот на подсовнухе сделаны в середине июня, в середине июня. Сделаны были такие отводочки и вот на подсовнухе как выглядит, видите масса пчелок. Сделано было на одну рамку печатки и две суши. Что это за перегородка? Это полностью диафрагма? Это перегородка из ПВХ, а прищепки, которые я использовал, это на шторах используют. Нашел самые дешевые варианты. Чтобы не прибивать, чтобы была не перегородка цельная, я могу снять и сразу дальше. Вот так они у меня стоят на пасеке расставлены. На подставках уровень специально, чтобы на спину не было большого напряжения. Дальше. Дальше. Это в обе боксах, которые я говорил, в Смоленской области. Там используют карнику как раз. Тоже двухместные, они зимуют. Зимуют часть на улице, дальше я покажу. Ну, это варианты, которые будут у нас. То есть, это вот 230 снизу слева. Это 145 сейчас будет изготавливаться. И два 145 можно будет использовать под Адамовскую рамку. Дальше. Вот мы пришли к сравнению. Плохо видно, наверное, да? Нуклеус на стандартную рамку использование именно не как улья для отводки. То есть, для расширения пасеки. А использование именно как нуклеус. То есть, на поток, на маток идет. Микронуклеус и нуклеус на стандартную рамку. Плюсы и минусы. Плюсы и минусы. Давайте насчет плюсов. Все-таки микронуклеус. Это маленький объем чел на заселение. Да? Но сразу же минус нужно заселять на неплодную матку. То есть, это есть определенный риск. И с подсадкой и так далее. Сразу сравниваю это на стандартную рамку нуклеуса. Здесь минус, что нужно больше пчел на заселение. Но плюс, что ты можешь использовать сразу маточник. И у тебя есть расплод. Есть в дальнейшем разновозрастная пчела. Разновозрастная пчела. Здесь опять плюс. То есть, удобство. Одноместный. Поставил. Если что-то не облетелось, вытрусил. Там, конечно, два отделения. Там есть свои минусы. Но можно тоже перегородить. Но самое главное для меня. То, что... Почему я ухожу и ушел от микронуклеусов. Это то, что я делаю, грубо говоря, даже тройную работу с микронуклеусами. Это я заселяю его. То есть, заселил. Потом облетелась матка. Я матку забираю. И опять подсаживаю в отводы. То есть, и матку для... Ну, создают для матки не совсем комфортные условия. То есть, я ее сделал стресс. Забрал. Подсадил. У нее есть определенный период. Вот на стандартную рамку этого ничего делать не надо. То есть, все идет своей чередой. То есть, матка уже у вас на стандартную рамку. Подсаживать ее в семью. То есть, отводы уже подсаживать не надо. Это уже сделал отвод. Подсаживать в семью достаточно просто. Убиваете матку, которая вас не устраивает. Или пропала матка по разным причинам. Вы просто разбегаете рамки в улей. Оставляете место для трех рамок. Просто переносите три рамки с пчелой, с расплодом в новой улей. Прием сто процентов. У меня не было пока потерь этим способом. Очень быстро все делается. Здесь в микронуклеусах есть свои минусы по трате времени. Дальше. Не дальше в смысле слеза. Дальше. Потом еще минус. Это вообще для меня было много. Я не смотрел на это с этой стороны. Микронуклеус. Матке нужно буквально три дня, чтобы выполнить соты расплодом. То есть то, что она может максимум поддержать. А дальше уже идет у вас простой. Идет простой. На стандартную рамку матке более комфортной. Она может работать все время. И здесь вы сэкономили на количестве пчелей. То есть сделали, дали минимум пчел. Там вы дали больше, но потом вы... Вам этот вопрос... Этот расплод можно потом опять же забрать оттуда. Это раз. Во-вторых, можно потом забрать мед. Вы видели на подсумке, как были застроены потолочины, что там можно спокойно забирать по одной рамке меда. С микронуклеуса вы будете подкармливать, и он зальется, что вы не сможете ее выкачать. Да, это сотовый мед. Но он не всегда будет красивый и привлекательный для покупателя. Еще, может, вопросы? Давайте по этой теме еще вопросы. Геннадий Борисович. Как это? Значит, мы ничего не поняли? Или я плохо объяснил? Ну, я... Просто можно сказать, что такой пюли можно использовать шестирамочник с использованием рамок меньшего размера. Ты что там за это не сказал? Ну, это уже модификации, которые покупатели начали делать. Они уже начали придумывать, так как материал плотный, они уже начали фрезеровать плечи, либо ставить их поперек на теплый занос, делать другие донья, то есть сделать из этого нуклеуса на стандартную рамку опять микронуклеус, только по первых. То есть по типу нуклеуса Геннадия Брониславовича, да? Правильно это значит? Там еще и два варианта есть. Ну, это вы можете там десять вариантов мне предложить, я как бы использую ее как стандартную. Вопросы еще? Стоимость левого или правого? Правого, который я продаю на рамку 490 гривен. Микронуклеуса вы можете... Сейчас не смогу ответить на вопрос это. То есть я только... Пресс-форма только 20 декабря забирается на 145-й рамку. Ты уже говоришь, что послезавтра. Ну, посмотрел на время, смотрю, ого, уже время. То есть буду забирать, и дальше уже мы... Почему я не могу сказать цель? Сколько сырья есть? Сырья я могу сказать, сколько сырья. Дело в другом. Мы не знаем точное время, которое будет находиться... Изделие в пресс-форме готовится, да? От этого времени будет считаться... То есть это тоже дает себе стоимость. Насчет... Ну, вот, вы можете сравнить? В районе 550 где-то гривен, что-то в этом уровне. Это я по два корпуса примерно буду. Ну, это примерно... Я просто, опять же... Моя задача, опять же, не заработать на них. Потому что я буду использовать у себя на пастике. Моя задача эту технологию просто внедрить в большие массы. А потом буду уже зарабатывать. Насчет цены. Вы можете сравнить. Вот такой механоклеус... Ну, цена минимальная, я думаю, что вы можете найти 200 бисапилен. Это... Ну, это минимум. Который вы найдете. Здесь материалы используются, ну, как минимум раза четыре меньше, чем у меня. Это раз. Во-вторых, микронуклеус он на одно отделение. Здесь на два отделения можно использовать. Какие-то еще вопросы? Можно дальше? Ну, это вот я, уезжая, пофотографировал, о которых я говорил, что на двух. Кстати, все матки, которые у меня стоят чистопородные, да, за границей, они у меня все переведены в такие улицы. То есть, я не даю возможность матке израбатываться. То есть, мне это не надо. И достаточно удобно работать с ними. А краска ПФ-115? Краска ПФ-115. Я пробовал разные краски, латексные и так далее. Оказалось, самая дешевая краска, самая классная. Дальше. Энергию уезжаем. Это вот у меня еще нуклеусы, видно, стенка, да, беседки. Это нуклеусы на деревянную рамку, половина рутовские. То есть, вот как Геннадий Брестанович говорит, что можно впоперек. Вот я так использовал, я так работал. И дальше вот они стоят, они у меня тоже зимуют в дереве. Но в них меньше удобства, чем в этих. Я от них буду в дальнейшем. У меня, хотя у меня 600 маткомест только в дереве. Дальше. 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 Это вот в России, как они зимуют, бибоксы. Вот так вот, дальше. Это уже аналогия, которую я брал, это за границей. То есть, вот весной, а это ранее весна, шестерамочники. Вроде все. Дальше. Это как бы я так играю с разными конструкциями. А? Нет, нет, нет. Это я увидел у канадцев, что они используют шестерамочники из дерева и используют дальше магазины. Я знаю, один есть фанат тут таких манипуляций. Ну, просто изначально, когда я делал конструкцию, я на будущее, там, на три года продумывал, какие варианты можно использовать. То есть, это один из вариантов. По ширине три маленьких, это два больших, да? Да, да. И надо же. И крышки специально, и стяжки, чтобы были ровно. То есть, ну, у меня, там, этих моделирований... Может, вопросы будут? Все понятно. Все понятно, да? Ну, что, что, пока? Там надо мед забирать. Я тут крадешь. Дальше. Передвинешь. Это снизу, как в 3D модели. Дальше. Все. Дальше. Субтитры сделал DimaTorzok